так мы связали 21 квадратик или прямоугольничек это будет тельце мышки это глава тельце мы решили не мудрствовать и провязать это тельце также как мы вязали многообразных кошек собачек и прочих зверюшек то есть мы будем складывать таким образом чтобы у нас получились ножки и ножки передние ножки задние а голову прошьем отдельно мы же будем выполнять изнаночными петлями потому что так симпатично значит изнанку у нас является лицом складываю пополам мы решили между прочим мышь называется стальная вот не знаю что за мышь такая вот с стальными зубами что там я не знаю почему она стальная то есть мы решили сделать вот такую серую стальную мышь чтобы вот когда отключается когда отключается мы перестаем говорить так зажала вот так вот лапки задние передние очень важно в данном случае вот складываю нашла серединку и делаю уголок раз два вот получается вот такой бантик то есть вот мышь будет вот такая вот ну какая будет такая и мышь и зашиваем между прочим этот прием мы многократно использовали в каком-то глубоком двенадцатом году когда мы вязали кошку или зайца зайца вязали у нас первый был такой заяц и прием нам очень понравился но не затейливый не затейливый но не всем понравился потому что говорили что уж очень привитивная это игрушка нельзя сравнить ее с тем что связано крючком но на самом деле и не претендуем на как бы на то что анатомические подробности этого животного мы полностью будем выполнять вот наши вязальные посиделки это формат на котором вы можете придумать как развлечь вашего ребенка когда ребенок спит либо вместе с ребенком связали квадратика вместе с ребенком собираете но удовольствие огромное то есть ребенка приучаем к ручному труду к тому чтобы мелкомоторика развивалась креативная сообразительность эти качества пригодятся ему в будущем не надо думать что если вы научите ребенка вышивать то он будет у вас вышивальщицей у него задействуются мозговые центры те которые никогда не разобьются если он смотрит телевизор поэтому обязательно ручной труд должен должен вводиться в жизнь вспомните даже богатые семьи восемнадцатый век семнадцатый век там чем дамы-то занимались рукоделем сидели вышивали шили вышивали и у них были свои учителя которые к ним приходили учили их разным языкам там политесам и всему остальному то есть одно другое не отменяла но когда они сидели собирались сборище на на чашечку кофе там по вечерам на своей ассамблее что они делали они сидели вышивали то есть они может быть и не пряли но вышивали подарить своему молодому человеку там кисет какой-то или еще что-то все должны были уметь то есть вышить монограмму и платочек подарить украдкой все должны были уметь поэтому не надо думать что рукоделие это ну как бы недостаток как бы обязанность низких слоев населения то есть вот как вы к этому относитесь так вы и живете вспомните историю мы просто совершенно забываем о том что как-то люди жили и до нас и полистайте посмотрите почитайте исторические хроники все это было во всех домах то есть эти дамы сидели и рассказывали кто там даже гусарская баллада как там на пальцах у нее там портрет какие-то розы там она вышивает на подушку там что-то она там вышивала такой богатые семьи все это было потому что читать это одно а вот как бы как себя человек может самореализовать они рисовали читали не знаю насчет того что они там шили лепили но какой-то рукоделие обязательно у всех присутствовала спасибо что вы пришли спасибо что вы пришли вот сейчас вижу татьяну еще раз добрый вечер татьяна вы так надолго пропали я думала что вы там уже это провязать нет да да что вы там писали что вы там устроились куда-то работать я думала что работа настолько вас завлекла что вы больше теперь никогда вязать не будете но судя по тому что мы отчет получили сегодня это что мы пришли я понимаю что все-таки вязание вещь интересная и лучше ее не бросать потому что переходить с машинного вязания на ручное не знаю я бы не смогла вот потому какую скорость дает машинное вязание после этого мне совершенно не я не представляю как это вот вот эти бы квадратики мы с тобой бы спицами вязали Светлана добрый вечер очень приятно что на такие легкомысленные мероприятия как у нас вы приходите и присутствуете потому что ну казалось бы кому нужны эти мыши в таком количестве то есть мы хотим до конца года связать несколько мышей разных вариантов разных вариациях чтобы у всех было чтобы вы просто не задумались о том где вам не искали как это связать крючком потому что как только начинают отвлекаться на какую-то другую тему то что происходит теряется интерес к этому потому что там появляется что-то что-то новенькое что-то такое необычное и она может затянуть она можно настолько глубоко затянуть что вы просто забросите машинное вязание и уйдете в какую-то другую сию если это не является заработком то забросить очень легко потому что копии меняются очень просто и если вы не достигли какого-то большого уровня в этом вот так чтобы ну вот как бы вязать как дышать и получать от этого удовольствие это увлеченность она может уйти вот как девушка когда встречается с парнем а у одного там улыбка шире а у другого джинс там более новые там или еще что-то вот кто кто переманит даже не понимает почему она ушла ну как бы а возврата уже нет все а тот уже занят вот и все да место занято и все никуда не денешься уроки мастер-группы не просматриваю я просматриваю если какой-то критический вопрос или какая-то критическая ошибка я всегда тут как тут и наталья на подхвате я если же сказать ну как бы нечего сказать критического то наталья принимает отчеты наталья наша помощница принимает отчеты и он просто отвечает но я всегда за кадром если что-то то вопрос любая какая-то проблема или что-то возникающее будет решаться решаться сразу поэтому надо думать что мы где-то там спрятали с мышами девушки не забывайте компьютер на профилактику ну пока наталья набивает я напомню что если у вас есть возможность нажать нравится либо нажать поделиться для того чтобы я не хочу сделать нет это не интернет короче вы уже все все знаете поэтому если есть возможность нажимать чего-то не крутится нет новость на работе вот лишь крутится но не срабатывает срабатывает какая получилась мне очень нравится вот на самом деле квадрата мы никогда не делали мы помнишь мы всегда вязали прямоугольник да а квадратом получается толстенькая вот она толстушка такая получается такая упитанная получается мышка мы всем желаем упитанных мышей потому что упитанная мышь это хорошо живущие хозяева вот знаете как благосостояние семье определяется степенью упитанности кота вот то же самое да чем жорнее кот тем значит хорошо живется не могу сказать что надо всем котов своих откармливать но шутка такая имеет наверное долю шутки подожди замерло все до рассвета для нас до сих пор висит ну вот чуде вот такая вот короче выбери время и сдай свой компьютер на профилактику уже три обновления прошло если это в нем сквер но мне не показывает что USB а не показывает что висит ну что такое тут все В трансляциях посмотрите, что там приостановлено или что-то еще такое. Оффлайн. Ну, оффлайн. То есть он отрубился. Вот. И вот как бы вот две минуты он оффлайн. Жанетта Ли Панни Сен. Почему он считает, что не увидит декодер. Оффлайн. Ты запустила? Ну, супер. Давай. Продолжаем. Так, продолжаем. Тем временем мы, пока тут у нас перетрубаться была, сшиваем мышу по пузику. Я ее набила холофайбером подушечным. И можно даже, сшивая ножки, немножко ее подтянуть. Вот эти вот швы. И тогда она совсем вот так вот загнется. И будет еще и вот. Мышь загнется. Не мышь загнется, а тельца загнется. И будет вот. И так она вот стоит, как звездочка вот такая морская. Так совсем все будет здорово. Загнется не мышь, загнется тельца. Не надо загибать мышь. Мышь нам еще целый год будет нужна. Слушай, подожди, а у тебя открытый доступ? Доступ открытый? А, вот 8 человек. Ага, все-все нормально. Так, нить не оставляю, потому что будем мы ее тут пришивать, не будем. Будет эта нитка болтаться. Поэтому уберу ее сразу. Все, тельце готово. Откладываю в сторону. Беру вторую часть. Вторая часть это голова. Видите, я провязала голову. И крайний ряд убрала петли через одну, для того, чтобы можно было затянуть. Все. Можно так не делать, на самом деле. Все точно так же лицом к внутрь. Это изнанка. Как взять ипотеку выгодно? Как оформить все документы? В какой офис идти? Пропустить. Это мы такие, что ли? Нет, это вот, как я включила, посмотреть, чего мы видим. Так пропустить, нажми, она так и будет висеть. Так, вот оно. Определяемся с размером головы. На самом деле, поскольку это выворотная деталь, тут без разницы, длинная, не длинная. Смотрю, какой длины я хочу голову. И просто фломастером рисую. Вот голова у нас планировалось сантиметра четыре. Вот на тельце. Какой длины будем делать голову. Голова небольшая получается. И, наверное, вот такая вот. То есть вот. Для того, чтобы половина будет зашита. И вот. Вот так вот. Остренькая мордочка. Вот она. Зашиваем. Все то же самое. Оставляю технологическое отверстие, через которое набиваем голову. После этого мы можем подшить глазки. Но у нас глазки очень большие. Я вот сомневаюсь, что мы будем пришивать пуговки. Потому что пуговки очень большие. Ну, слушай, сделаем тот же вопрос. Даже не в том, что сделать, а как сделать. Морда-то должна быть именно мышиная. Поэтому подбираем, что у нас есть. Хотим пуговки, хотим бусинки, хотим ниточкой сделаем. Поэтому. Это можно делать в последний момент. Так лучше все-таки иголкой уже зашивать, а не крючком. Так. Так. Валится. Звучок. Да-то. Я не знаю, где мы находимся. Потому что у нас два видео подряд. То есть он автоматически сам переключается. То есть что это, вообще не понятно. Нет, нет, ищу, но так как 8 человек есть, значит мы где-то есть, сейчас я найду нас, но это конечно вообще, экстрим на экстриме. Этот прием мы показали на тыквенной шапочке. Да, эту мышку мы уже делали на тыквенной шапочке. Мне очень понравилась эта идея, потому что она получается действительно очень похожа на мышиную мордочку. Да, и теперь мы эту мордочку выворачиваем опять же через технологическое отверстие. Ставим отверстие, мы ничего не сбросим. Так, и набиваем и зашиваем оставшееся пространство. Главное не подойти духом, говорит Людмила. Знаете, мы уже столько раз упали, что уже падать больше некуда, мы уже теперь не падаем. На самом деле, если с вами происходят такие вещи, то вы привыкаете, что они могут случиться. Все, то есть если вы боитесь, что они случатся, боитесь. А потом, когда они случаются, то вы понимаете, ну случилось, ну и случилось. Зато такую мышь, как мы придумали, никто до нас еще не вязал. И это успокаивает. Потому что падают все, а подняться не все могут. Поэтому учитесь на нашем примере, что действительно это все не смертельно и, ну как бы, зато великая цель. Да, все в сравнении познается, что есть проблемы, что есть, это горе-горькое. Все совсем не так плохо. Подумаешь, мышь. Учитывая, что мы ее все равно свяжем. По-любому мы ее свяжем. Мы такие молодцы, перешли и смотрим дальше. Ну и правильно, вообще проблем нет. Я просто хочу сказать, что когда у нас первый раз началась вот такая вот жуткая проблема с этим интернетом, мы никак не могли понять, чему взяли и перевязали эту шапку на следующий день. Все, проблем вообще никаких нет. Поэтому, что воспринимать проблемой? Вот в вязании, вот я сейчас увлеклась лоскутным вязанием. И у меня даже, ты не поверишь, у меня мысль появилась, а не освоит ли мне бжиканье на машинке. Машинка у меня уже есть. И мне очень нравятся только лоскутные. Я боюсь, что у тебя терпения не хватит. Может терпения не хватит, да. Потому что лоскутное вязание требует все-таки кропотливости и вдумчивости. Когда ты будешь заниматься своим креативом, если ты будешь повторять… Лоскутное вязание – это что? Это как лоскутное шитье. Это постоянно повторяемая одна и та же операция. Разница только в шитье. Размер квадратиков либо треугольничков и разный цвет полотен. Подбор полотен – это и есть. И аккуратность пришивания – это и есть. Лоскутные вот эти вот необыкновенной красоты полотна. У нас то же самое. Лоскутное вязание – это непрерывно повторяющаяся одна и та же операция. Она бывает разная, потому что лоскуты у нас разного типа вязания. Но это постоянно повторяющаяся операция с нюансами только на месте. Макушки, пальцы, пятки, еще каких-то мест, рукава и прочего. А прямое полотно – оно вяжется, вяжется, вяжется. Зачем тебе это надо? Вот расскажи. Ты лучше мне придумай какую-нибудь модель, и мы провяжем. Ну, как бы мы можем порадовать и сказать, что мы уже придумали модель. Значит, вот можно сейчас анонс сделать, но еще мы не записали по нему анонсы. Я не сделала еще картинки и заставку, ничего не сделала. Но мы уже решили, что следующий марафон, наверное, не как марафон. Как марафон тяжело лоскутное вязание, да? Очень тяжело, потому что, на самом деле, какие марафоны вяжем мы? С непредсказуемым результатом, даже если вы знаете, что вы вяжете. То есть вы не представляете, что это такое. Ну, вот так мы с вами играем. Ну, интересно. Интересно, да. Потому что, если вы представляете, что это, включается сразу внутренняя тетка, начинает внутри там… А надо мне, а не надо мне. Начинает внутри там руководить – это я буду, это не буду. Играть я не буду, это я не буду, и вообще ничего не буду. И вообще можно без этого обойтись в моей жизни. Да. Когда вы играете, когда вы не знаете, о чем… Внутренний ребенок просыпается с интересом, а что что-то такое все-таки будет. И вы вяжете, и вы тренируетесь, и получаете результат эффекта. Вот я тебе хочу сказать. Вот марафон, который сейчас мы провели по безрукавке в лоскутном стиле, если бы мы ее показали, то я уверена, что большая часть из тех, кто пошел, не пошли бы. Потому что, ну, а нужно ли мне, а не нужно ли мне. Но когда они вовлечены, то у нас даже одного мужчину связали. Ну, правда, девушка мне не выложила и не прислала, но она мне просто показала. Но так как она не выложила в группе, то как бы никто не знает, кроме меня. Когда она связала, муж сказал, я такой буду носить. Вот так вот. То есть у нас связали внучки, у нас связали на себя, кукли, и одному мужу. Вот так вот. А если бы мы показали заранее, ну, человек привыкает к этой мысли и думает, а надо мне, а не надо, а с чем я надену, а с чем я не надену. Когда в качестве игры, пониже опустим, в качестве игры, то воспринимается совершенно-совершенно по-другому. И поэтому вот сейчас мы придумали совместник, мы будем вязать новогоднюю подушку. Поэтому те, кто хотят в лоскутном вязании потренироваться, мы вас приглашаем, будет платное участие. Но Наталья сказала, что не по эскизу, мы ее сначала свяжем. Ну, вот, то есть все равно там будет интрига. То есть вы будете знать, что вы вяжете. Вы даже, может быть, увидите ее фрагмент или что-то такое. Я еще не решила. То есть это действительно плетение. На самом деле очень сложно в данном изделии, потому что это целиковое изделие, и как ты его будешь частями вязать, когда одна часть выходит из другой. То есть очень тяжело будет вам запудрить мозги, но мы постараемся. Поэтому будет это не марафон, а совместное вязание. То есть вы будете заранее знать, что вы вяжете, но все равно внутри будут повороты, которые мы не будем анонсировать, они все равно будут внутри. Так как это новогодняя подарочная подушка, она должна быть все равно с каким-то сюрпризом. Поэтому сюрприз обязательно будет. И это будет лоскутное вязание. Наталья одобрила. То есть мы с ней, могу сказать, неделю придумали? Ну, слушай, я уже давно не говорю. Давно не говоришь? Да, на самом деле цель-то наша не связать изделие вот какое-нибудь. Мы почему долго обдумываем? Для того, чтобы оно было интересным, познавательным и посильным. И в то же время, чтобы вы получили от этого удовольствие. А удовольствие вы можете получить, когда у вас получается, и эффект вам приятен, и он вам нравится. Изделие посильное, и при этом простое и эффектное, но не носибельное. Вот не для того, чтобы носить. Ну, исключение было... Подожди, подожди, что носить не носить? Что не носить? Да, в случае подушка. Ну, какие подушки носибельные? А, нет-нет-нет. Я говорю подушке. Нет, подушка. Она подарочная подушка. Подарочная подушка. Вы все равно все будете бегать в поисках. При том, что подарочные подушки, вот в том варианте, как мы, на ней нет как бы чисто новогодней символики. Да-да-да, они будут. Поэтому эта подушка может быть на любой праздник, либо как любой семейный мир, на любой день недели. Так, откладываю вот эту вот конструкцию, и сейчас мы с вами увяжем то, чего не хватает. Не хватает нам ушек. Ножки есть? Давай серая, розовая серединка, а серый кончик степень. Давай. Розовый хвостик. Розовый хвостик тянет на розовых мышек. А на апельсине, может, не видно. Помни, камера? Ну, давай ушки свяжем, а потом посмотрим по ушке. Ну, так я буду как вязать. Не, ушки-то видно будет на сером? Розовый видно будет. Розовый. Розовый хвостик. Ну, давай серый хвост свяжем. Ну, что делать? Ну, уж раз так. Ну, уж раз так, то конечно. Просто коготки можно сделать розовые и... Ну, поскольку это мыша, можно вообще большой бантик сделать. А где у тебя раньше? Вот этот вот мышенька? Мышеньку. Делаем ушки большие, но поскольку мышь совсем мелкая, 10 петель многовато может быть. Возьму 8. Это ухом, потому что 10 мы делали на мышку покрупнее. Чем ушастее мыша, тем она будет совсем ушастая. Делаем 10 петель. И поскольку мы начинаем с внешнего края, делаем обвив сереньким, Светлана захотела, чтобы внутри ушка было розовым. Ну а что делать все одинаковое? Вот все уши были либо розовые, либо серые. А сделаем серо-розовые. Вот я ужасно люблю разнообразие. Вот, не знаю, болезнь, наверное, такая, потому что детство было социалистическое, очень серое однообразное. Поэтому я тебе говорю, почему мне очень нравится полоскутное вязание? Оказалось, что мне в свое время муж подарил книг по лоскутному вязанию, по дизайну интерьера, по ландшафтному дизайну и так далее. То есть какое-то время назад я забыла про это, а тут пошла… Такая акадия. Пошла, да, и надползла. Просто мне упала в руки эта книжка. Вот, представляешь, вот бывает такое. То есть я ее не искала, она мне просто попалась в руки. Так, наборный ряд. Один ряд серый, один ряд розовый. И смотрю величину ушка. Пускай на нашу мышь, наверное, такой высоты уха будет достаточно. Оставляю по одной петле. То есть я убираю петли через одну. И делаем еще один ряд. Это делается для того, чтобы была хорошая стяжка. Таким образом уши получаются просто классные. Уши-уши прямо. Вот на данном, на данной детали можно плотности не менять. Ничего не меняется от того, что вы там поменяете, не поменяете. Это не та конструкция. Плотность не меняю. Один ряд. Все, ухо готово. Призоль нить и снимаю на стяжку. Делаю еще одно такое же ушко. И смотрю. Прежде чем я буду делать второе ухо, оценю это. Времени уходит мало на уши, но оценить их можно прямо сейчас. Поэтому либо мы переделываем и делаем ухо по другой, в какой-то схеме, либо оставляем вот такую. То есть вот она, серое ухо с розовым. Класс, мне нравится. И примеряем. То есть больше, наверное, ей не надо. А я бы и больше сделала. Ну, может больше? Ну, смотри. Такая словоподобная мышь, уши должны быть раз в два больше. Лучше в три. Ну, в три. Ну, тогда... Ну, посмотри. Ну, будет прикольная мышь. Шестнадцать петель. Хорошо. Дубль два. Мыши с большими ушами. Шестнадцать петель. Все прям вот по ходу делаем. То есть мышь откормленная и ее уши у нее должны быть откормленные. Вот все. Шестнадцать или семнадцать будет совсем огромное. Мы их тогда просто не вместим на голову. Ай, семнадцать. Все. Гулять так гулять. Семнадцать петель. Все. Три риски. Да. Раз, два. Два ряда провязываю. Серый меняю на розовый. Потому что раз уж такие уши большие по количеству петель, то они и по высоте должны быть побольше немножко. И теперь убираю через одну. Теперь ухо будет прям ухо ухом. Самое главное запомнить, что я там вязала. Потому что если вы делаете сию минуту, то можно не записывать. Если вы вернетесь к вязанию через какое-то время, лучше все-таки записать, чего вы там навязали, чтобы не было неприятных сюрпризов. Да. Чтобы одно ухо не было десять, а другое семнадцать. Да. И то же самое вот на стяжку. И смотрим, каково ухо теперь. Уши такая деталь многозначимая, но просто выполняемая, что предварительный расчет для нее делать как бы и не стоит наверное. Девчонка, все понятно, так что я надеюсь, что в этом году крыльку мы выполним и мыши должны быть прикольные. Вот не люблю скучные вещи, но пусть даже это будет игрушка, которая вот действительно там за час делается. Но она должна быть интересной. Вот она должна быть такая, чтобы... Действительно, лапоуша, лапоуша, прям мыши, мыши. Я не говорю, так семнадцать петель. Опыт, опыт его не проешь. Так, семнадцать. Дружные, да. Мне кажется, ты мышь раскормила, конечно, но считаем, что... Ну это квадрат, на самом деле, как я ее раскормила. Раз это квадрат, значит она будет толстая. Чем длиннее у нас прямоугольник... Просто поменьше можно было поменьше, мне ухо надо было. Нет, она сама по себе, там по минимуму. Квадрат. То есть, если вы хотите толщую мышцу, нужно вязать прямоугольник. Чем длиннее прямоугольник, тем толще у вас зверюга. Вот такая длинная сосиска, толще получится. Чем толще у вас, больше прямоугольник, тем, чем квадратнее деталь, тем толще получается по животным. Раз, два. Ну а я, пока Наталья оформилку вяжет, я все-таки расскажу. Мною с Натальей в последнее время очень увлеклись в вязание. Просто, вот я просто горю. У меня такое чувство, что вернулось то время, когда я очень хотела освоить лоскутное шитье. И у меня, я и ткань покупала, и я даже делала какие-то маленькие фрагменты. Я вязала сумки и чего-то еще. Шило. Шило, конечно. Простите, мне это так нравилось. И получала огромное удовольствие при том, что получалось. У меня эти сумки с кошками где-то даже еще сохранились. Материал был. А вот ты знаешь, у меня такое ощущение, что у нас подсознательно что-то складывается такое, что нам удается разрезать, а потом собрать в нужном порядке. То есть, когда у нас, мы покупаем какую-то ткань, например… Но ты знаешь, еще от ткани зависит. Если ты покупаешь специальный хлопок, американский хлопок для лоскутного вязания, с ним вязать проще. Он твердый, он загибается, он держит форму. Когда вяжем из старых простыней, то, конечно, другое ощущение. Совсем другое. Я вспоминаю ощущение. Почему мне нравилось? Потому что получалось. Нет, потому что у меня такое чувство, что удается перекроить по-своему этот мир. У меня такое ощущение было подсознательно такое, что я могу разрезать, не жалея вот это полотно. Потому что, знаешь, вот люди, которые при социализме выросли, у них менталитет очень тяжелый. Ты знаешь, я при социализме выросла, но я с таким удовольствием крошила это полотно. Не скажу, что у меня было слишком много денег свободных на эти тряпки. То есть, я выделяла их из-за семейного бюджета, но сказать, что меня жаба душила, я не могу. Я получала удовольствие такое. Ты же шила не из простыней старых? Нет, я шила из американского хлопка и получала удовольствие. Потому что эти сумки я не продавала, они как бы не сильно всем были нужны, но они были и доставляли мне радость. Это, наверное, того стоило. Так, хвостик мы вяжем каким? Мышь не толстая, она просто счастливая. Да, да. Прямая зависимость. Татьяна говорит, а у меня есть лоскутное одеяло, я шила 7 лет тому назад. Ну, знаете, вот я сейчас увлеклась этим, пошла смотреть, даже пошла на одну выставку по лоскутному вязанию. Но оказалось, что выставка такая формальная очень, не совсем то, что я ожидала. Но в интернете вы можете увидеть, сколько всего шьется из лоскутов и очень интересно. Но вот я говорю, что когда нам удается этот мир перекроить под себя, вот у меня, когда я режу и сшиваю в нужном мне порядке, у меня такое чувство, вот я как будто рисую. То есть я настолько чувствую себя создателем, что мне даже вот это захотелось взять и научиться, потому что меня научила вязать, рассказала бы мне, как взять эти треугольники, я бы их там вот вязала, сшивала. А что ты такое делаешь? Мы делаем хвост, и хвост делаем замкнутый. Вот, я вот вижу, что как-то необычно. Потому что мне его лень зашивать, я смотрю, как ты вставляешь туда эти проволочки, мы будем делать на проволочке хвостик, чтобы он форму держал, поэтому делаем закрытый хвост. Три петли, выставляю в переднее положение, сюда проводим каретку, у нас идет накид на иглы, обратно петли провязываются, накид никуда не девается. Когда мы немножко подтягиваем полотно, мы получаем закрытый хвост. Не могу сказать, что он сильно закрыт при таком вот положении, но, по крайней мере, он стянут, мне не придется его сшивать. Игла вперед, вперед. Ну, и смотрим, какую длину мы этот хвост, собственно, хотим иметь. мне кажется, подлиннее. Мышцы приложи, и тогда по мышцам видно выйдет. Упитанный хвост, еще давай, потому что у нас же там апельсин будет. Ну, вам что-то не свисает. Да, хватит. Хватит так хватит. Отрезаем. Вот он закрытый полностью хвост, рулик, имеющий круговое вязание. Есть еще способы интересные, достаточно круговые, вот такие вот плетенки делают, но не в этот раз. В следующий раз мы что-нибудь другое сделаем, покажем, может быть, еще. Шикарная мышь, а волосы не толстые. Ну, все как посмотреть, да. Она питаненькая, она сытенькая. Сытенькая пусто. Пусто, да. Так, что мы делаем? Мы зашиваем мышь полностью, делаем ей уши. А может быть, сначала подставку сделаем? Либо сначала делаем подставку. Подставку. Либо я вот Светлане отдам, чтобы она время не тянуть. Ну, вот ухо берется и вот так вот пришивается. Да, да, да. То есть ничего такого тут нет. Я думаю, что понятно. Как пришивает, просто что время тянуть. Отдаю Светлане, сейчас мы будем вязать. И иголки, наверное. И иголки, и все, все тебе там. Осторожно. И серую ниточку даже тебе там. А мы, тем временем, начинаем вязать подставку. Подставку можно было сделать яблочко, мы будем делать апельсинчик. А, извините. Будем делать апельсиновую подставку. Это значит, что мы будем делать круглый шарик. На самом деле, поскольку у нас предполагается все-таки игрушка висюлька, то шарик может быть и круглый. Если предполагать, то мы будем ее ставить куда-то. Лучше, конечно, делать плоскую, то есть полушар. Такой. Ну, шар мы взять не будем, мы будем вязать шар. Так. Где там растет? Расчет на мыши. Расчет. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой. Так. Дай все закидываю. Получается у нас... Четырнадцать сантиметров на пять сантиметров наш апельсин. Но на самом деле можно немножко побольше. Большой апельсин, это мандаринка будет. А если апельсинка, то, конечно, должен быть больше. Ну, ты хочешь апельсин, давай мандарин сделаем. Прикольно будет, когда мышь большая, а апельсин маленький. Давай. Значит, 14 сантиметров, это 36, ну, 37 петель. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Видите, мы вместе с вами экспериментируем. То есть, животное рождается у нас прямо здесь, сейчас. Вот мне такие мастер-классы очень нравятся, когда мы можем прямо в процессе что-то внести, какое-то изменение. Когда оно уже отточено, и мы сами знаем, что получится, уже не тот драйв, уже... Знаете, когда такие-то катаклизмы у нас с интернетом, с электричеством приходится переделывать, никакого драйва, когда ты знаешь, что будет, и повторный мастер-класс, он не вызывает счастья. А первый, да, там как-то внутри еще что-то... Адреналинчик такой, получится, не получится, что получится. В общем, ну, как это, оживляет очень. Вот избаловались мы очень сильно, на самом деле, на нашем формате, потому что я совершенно не могу повторять что-то по нескольку разу. Вот невозможно. То есть, когда ты вязала колготки не на заказ, а в большом количестве оптом, это было ужасно. Вот это действительно самая жуткая работа, оптом что-то вязать одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же, и вот это все вот вообще, как робот на конвейере. Вообще забываешь, как тебя зовут, сколько времени, то есть вообще... Какие там эмоции, какие там что? То есть, это жуть. Не, ну на конвейере работаешь, какие на конвейере эмоции? Так, ладно бы, самое неприятное в этом процессе, в этом конвейерном производстве, что ни эмоции, ни радости, но и ни денег, потому что за такую вот однотипную работу не платят много. Ну, как бы сказать, вопрос много-немного решается каждым по-деньшему, потому что эти сборщики на конвейере, там, Тойота, там сколько там, 40 тысяч зарабатывает. Слушай, ну ты же понимаешь, что вязание колготок и сборщики на Тойоте, это немножко... Нет, ну ты же про конвейер говоришь? Я говорю про конвейер вязание исключительно. Я ни в какие другие сферы не лезу, я говорю только про наше вязание. Потому что, когда говорят, что я там буду вязать на заказ, опытом не платят за это много, потому что хозяин должен получить денег, продавец должен получить денег, там, за еще что-то должен получить денег. В итоге, производитель получает минимальную сумму. У нашей ученицы гульнарт очень странный вопрос. А как связать такой хвост на машине с ручной прокладкой? Аналогично. Только вы прокладываете нить, ну, руками, вот в чем разница. Здесь машина сама забирает петли у вас. Вы провязали по петлям в переднем положении, поставили их в рабочее, проложили нить, провязали обратно. Вы можете не прокладывать нить, то есть вы выставили вперед иголки, провели каретку, поставили иглы в рабочее положение, проложили нить, провязали. То же самое, только то, что здесь выполняет машинка, вы будете выполнять руками. Мы вообще не показываем ни одного мастер-класса, который как-то особо кардинально отличается от привязания ручной или машинки с ручной прокладкой, либо на машине с нитьеводом. Мы не используем электронику, мы не используем каких-то приспособлений, типа там ажурной каретки или каретки для... Никаких дополнительных кареток? Ничего нет. Ничего нет. Вы, если заметили, у меня машина электронная, она не отключена все. То есть это машина по своему функционалу точно такая же, как какая-нибудь там Нева-5. Все, она в отключенном состоянии, то есть без подключенной электроники. Она чисто механическая. Вот я использую сейчас чисто механическую машину. Такой агрегат есть у всех. Причем машина мало того, что чисто механическая, так она еще и, видите, вот закрыта вторая огольница, на одной фантуре вяжет. То есть вот такая вот конструкция есть у всех вязальщиц на вязальной машине. У кого есть вязальная машина, у того есть вот такой набор инструментов. Поэтому пользоваться, повторить любой мастер-класс с посиделок могут все, кто вяжет хоть как-то на вязальной машинке. Мне нужно провязать всего 20-25 рядов для мандаринки и делю эти 20 рядов на 3 части. То есть, ну, можно в серединке немножко побольше, поменьше, простите, а на края выделить побольше полотна. Поэтому 20 рядов, которые я буду вязать, по 7 рядов. То есть у меня 7 рядов глади провязываю. Вот это середина шарика. И теперь мне этот шарик нужно загибать. Загибать я его буду по принципу половичка. То есть тем способом, который мы неоднократно использовали. Да, половичок. Этот половичок, да, ходовое слово, которое мы используем уже лет 5, наверное, когда мы первый раз связали круглую деталь из квадратов, как мы смеялись. Мы теперь этим способом пользуемся постоянно. Провязываю еще один ряд и снимаю полотно с машины. Почему я делаю так и не набросываю нить? Выключительно потому, что акрил не скользкий. Он прекрасно держит форму и позволяет мне вот такое вольное с собой обращение. Снимаю все грудники. Снимаю. И распускаю ряд. На Украине дело точно неприбыльное. Ну, все определяется, опять же, тем, какая обстановка. Какой зовут. Да, во-первых, какой зовут. Во-вторых, какая стоимость рабочей силы. При той ситуации, которая у вас, мне кажется, у вас там любая работа неприбыльная. Ну, я не знаю, на самом деле, все решаются. Что делают девочки, которые живут вот в таких условиях? Они вяжут и продают на есть и на зарубежную аудиторию. Все. Которые совершенно все равно, в какой стране вы находитесь. Да, и сколько у вас стоит рабочая сила, изделия и прочее. То есть они либо соглашаются с этой ценой, либо нет. Поэтому учитесь вязать девчонки. И хоть какой-то приработок у вас будет всегда. У некоторых это основной заработок, да. Поэтому... На, покажи, мыши. Мыши вот. Вот она. С хвостом. Вот таким. Собак. То ли собака, то ли слон. Но это универсальная зверюшка. То есть зверюшка на все случаи жизни. Так, а я тем временем надеваю обратно петли, потому что задача сделать стяжку. Делала стяжку. Ой, Ирина пришла, она уже стульет как не было. Ну, или, просто смотри, все на мыши набежали все на мыши. Так, а мне черную нитку, я бы и глаза сделала. Ну, там, посмотри. Или, если там нет черной, открой шкаф. Ну, где же сейчас. Так, каждую третью петлю убираю. Раз, два. Не этот. Да, вот тут. Раз, два, два. Одна петля, одна игла, вторая игла, две петли. Убираем таким образом треть. Постепенно распускаю полотно. Гульнар, извините, притормаживаю. Ну, не надо извиняться, просто... На самом деле... Действительно, вот чем больше знаешь, тем вдруг это... Вы знаете, как ступор. Чистого листа. Чистый лист абсолютно. Как я это сделала или вот как, когда. У вас никогда не было такого, что что-то решали задачу или какую-то что-то делали. В каком-то полубеспамятстве, когда вы потом вспоминаете, как я это сделала, о чем думала моя голова в этот момент, даже не могу понять. В общем, как же я это сделаю. Нормальный совершенно подход. Я как бы совершенно радостно отношусь к такому. Потому что нельзя все время жить, сдвинув брови и сурово думать, как я веду себя, как я что-то делаю. Да, ну. А с творчеством это я вообще делаю такое. Вот, покажи нос, я сделаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Раз, два, три. Вот нос. И вот здесь же, это еще черная пряжа и будут глазки. Вот тут вот. Ну, в общем-то, на мышь похоже. Даже удивляюсь. Теперь мы делаем жадную мышь. Она будет держать апельсинчик, мандаринчик. В общем, что свяжем, то и будет держать. Вот смотри. Можно, можно, можно сделать глазки по... Можно глазки... Выпученные. Можно глазки сделать здесь вот. А можно сделать, как это классически делается у мышек там по бокам. То есть, вы сами решайте, как вам нравится. То есть, намечаем место и там вот и делаем. Или вот второй вариант. Но мне вот это больше нравится. Ты, потому что за классических мышей, а я... Наверное. Я люблю классических мышей. Прям люблю-люблю. Да. Есть у меня слабость. К мышкам-люблю. Ну, конечно. К мышкам-люблю. К мышкам-люблю. Хорошо, родители не знали. Да. Было дело. Когда мы еще в нашем детстве переехали в новую квартиру, нам дали большую квартиру. Там с полы... Как ни странно новостройку, но полы были не положены просто на цемент, а с проставками. И под полом была большая-большая ниша. И в этой нише у нас жила мышка. И она выходила, и мы кормили ее сыром. Когда родители узнали, был... Ну, я не скажу, что скандал, но мышь, короче, извели. Я очень сильно страдала, потому что я лично носила ей еду. Это первое животное. Это мое первое животное, да. И вот как бы... Ну, как так? Она же такая хорошенькая. А тогда это гепатит и все остальное прям пропагандировалось, что мышь разносит гепатит. Да. А она скромно сидела там под полом, выходила на сыр, и все было очень весело. Были все шансы сделать из нее ручную домашнюю. Ну, родители его спротивились, но еще можно было сделать. Так. Семь рядов провязали, сделали стяжку на одну треть. Провязываем три ряда. Это уже по контакту каждого. Это либо мышка, либо собачка. Да. Раз, два, три. И убираю, теперь, то есть, смотрите, снимаю полотно. Ну, вообще, давайте еще я только рядочек. И теперь снимаю. То есть, провязала три ряда, четвертый для того, чтобы срезать полотно. И убираю каждую вторую. То есть, я начинаю распускать полотно, каждую вторую, на каждую углу надеваю по две петли. Таким образом я делаю мощную, прям мощную стяжку. На первую, крайнюю углу я надеваю одну петлю, чтобы сшивать было удобнее, и на все остальные по две петли. Стяжка получается такая мощная, хорошая, и отличное закругление получится. Ну, вот, мыши тоже готовы. Ну, вот, да, розовые уши были, кстати. Фантазию не пропьешь. Я же понимаю, что... Еще недавно мы ее не могли проесть конфеты. Но теперь не пропьешь. Не проесть конфеты? Что-то как-то я вот конфеты сейчас, это меньше стало. Видимо, уже организм... Организм, наверное, не просто пьешься. Я столько шоколада съела, я его не ела вообще. Потом вдруг, как будто вот прорвала шоколадки. Не могу, прям трясло, как хотелось. И все, я отпустила. Ну, очень хорошо. Ну, а я все-таки расскажу о том, что мне интересно. А то, что мне интересно, это то, что все-таки мы с Натальей запустили курс лоскутного вязания, и нам это очень нравится. То есть вот на ближайшее время наши планы – это лоскутное вязание. То есть вот сейчас у нас мастер лоскуты вяжет, третий урок идет, и мы ждем носочки. То есть урок по носочкам отправлен. Техника интерлак, то есть малюсенькие квадратики. Когда говорят, слушайте, ну зачем это нужно, такая пестрота? Ну, пестрота на самом деле... На самом деле, я хочу сказать, что это учебный материал с пестротой, то есть для того, чтобы показать разделение. Вот, пожалуйста, не пестрота, но в любом случае лоскутное вязание предполагает вязание разным цветом. Потому что если вы будете вязать однотонное, смысла нет убиваться на прямом полотне. Пожалуйста, вот два цвета у Ирины и вот отчеты по рукавичкам, которые девочки навязали в группе. Вот они, рукавички. Ну, смотрите, у всех классные. Мы не настаиваем на повторении цвета ни в коем случае. Я все время говорю, что вы выбираете ту цветовую гамму и то решение, которое вам приятно. Моя задача показать нюансы вязания в данном случае сложных элементов. Важно, чтобы разобрались. На первом уроке мы вязали простое полотно, у которого задача была понять, как заткать вот эти уголки несколькими способами. Несколько способов. То есть вы думаете, что можно одним, а на самом деле они разные. И вы тогда выберите то, что вам нужно. И вот отчеты, которые связали по вот этому первому уроку, где мы просто занимались тем, что вязали полотно, вот один отчет был в виде пледика. Остальные связали маленькими такими фрагментами. Но вот был снуд один и шарф один. Остальные пока решили, что им это не надо. Поэтому это ни к чему бывает, что если вы не умеете вязать этого, то никогда у вас это не получится. Потому что отчеты были такие. Я пробовала вязать. Несколько раз начинала спицами вязать. Несколько раз пробовала на машине вязать. И не получалось. То есть когда мы рассказываем, как это делать на раз, два, три, раз, два, три. Все. И пошли вязать. И пледики. И пледики связали. Я могу сказать, почему не получалось. Потому что смотрели по бесплатным урокам, где человек не объясняет, как это делает, а показывает, как он делает. И все. То есть человек объясняет, как он делает, показывает свою какую-то конструкцию изделия. И его задача не научить вас, а похвастаться своими достижениями. Это совершенно разный подход. У меня нет задачи хвастаться моими достижениями. Я показываю вам. Потому что у нас все три школы. И поэтому мы многократно повторяем о том, что мы не вяжем на заказ. То есть наши изделия рождаются специально для того, чтобы показать вам, то есть передать любовь к машинному вязанию, показать вам ее возможности и разнообразие. Потому что когда в мастер-клубе говорят, слушайте, я такое изделие не ношу, а у нас задача не связать изделия, которые будут интересны именно вам. Вот если именно вам, то вы идете в интернет, ищете изделия, которые именно вам, если есть описание, вяжете. Если нет описания, ну как бы сами додумывайте. Тогда учитесь у нас и вяжете то, что вы хотите, уже понимая, и вам не нужны будут чужие схемы. Да, просто понимаешь, как говорят? Не хочу, зачем я буду учиться вязать какое-то изделие, которое мне не надо? То есть нужно понять, что мы учим вязать не изделие, а технологию понять. Потому что поняв технологию, вот мы, связав на первом уроке ластопного вязания, связав вот этот прямоугольник, вы получаете, как вязать пледики, снудики, шарфики, на табуретке, можно трубу связать, хомут или что-то. То есть очень много изделий, которые в основе имеют плоское полотно. Поэтому мы вас не пледик учили вязать и не шарфик. Мы вам показали, как сделать так, чтобы это полотно было плоское, чтобы оно было равномерно, одинаково во все стороны, и чтобы вы могли его превратить либо в трубу завернуть, как бы непрерывное вязание, круговое вязание, либо же это получился пледик. Вот если вы умеете вязать пледик, не факт, что вы сможете связать рукавицу. Не факт, что вы свяжете. Это не то, что не факт, это факт, что не свяжете. Просто кажется, зачем я буду, ну пойду рукавицу, вот как бы пойду, а свою рукавицу тогда буду знать. Я считаю, что в интернете есть все, кроме того, что вам надо. Это как в магазине. Вы пробовали искать что-то конкретное, что вам надо, вы этого не найдете, потому что, как всегда, есть все, кроме того, что вам надо. Также в интернете вы пойдете искать конкретную какую-то вещь, и вы ее вряд ли найдете именно в том варианте, который вам нужен. Именно для того и дается обучение, чтобы вы не ходили за схемками, за схемками не искали, чтобы ваша фантазия ничем не тормозилась. Хотите связать, вот как у нас. Светлана дала мне какое-то совершенно немыслимое чудовище из бумажки, и я должна воплотить мои мысли, как это создать. Я же не иду в интернет искать, как кто-то показал, где это бесплатно выложено. Кто-нибудь. Это физически невозможно. Такого в природе не существует. Мы это все придумаем на живую нитку. Прямо сейчас с вами. Поэтому не все можно найти в интернете. А мы тем временем надели обратной стороной, по тому же принципу, убрав каждую третью петлю, в наборный край. То есть мы же начали с брусовой нити, вон она брусовая загнулась назад, через катушку традиционную, и те же три ряда. То есть получается 4, один под распуск. Вот мне пост по интернету, знаешь, напоминает распродажа. У некоторых детей болезнь. Они, если бьет распродажу, надо, не надо, они покупают. Ой, маркетологи вообще просто молодцы. Они таким образом раскручивают ненужные совершенно вещи, а распродажи бывают очень коварные, когда цену поднимают прямо перед продажей. два раза. А потом опускают два раза. И ощущение, что ты супер выгодно купил. Но я просто, ну, не знаю, по себе, не по себе, я на распродажи не сильно реагирую, потому что, ну, я как-то вот иду с определенной целью. То есть, чтобы меня сбить с какой-то цели, это очень тяжело. То есть, если я иду за платьем, да, я могу купить два платья, но я иду конкретно за платьем. То есть, сумку, я просто сумку не вижу там, или вот шапку я просто не вижу. Я просто туда даже не захожу. Но люди, которые идут в интернет, они рассчитывают, они, у них психология срабатывает, как у тех, кто идет за скидками. Надо, не надо, ой, какое-то, вот к себе в это, на компьютер скачать, загрузить. Потом даже не помнят, есть оно или нет. Кто носил эти вещи, которые куплены на распродажах? Они обычно ни с чем не сочетаются. Сама эта беда, что вещь-то есть, а надеть ее не с чем. У тебя не было такого? Это было. С тех пор мне не пользуются. Вот все. Просто больше даже распродажи, нет, больше гораздо дороже, но больше носить с любовью. На самом деле, я с тех пор помню, как я несколько лет назад, вот когда пошли все распродажи, я еще как-то неопытная в этом была, и как меня научили, что такое распродажа, например, платье. Я это помню, поэтому на распродажи всякие там, новогодние и прочее, просто не хожу, потому что это все обман чистой воды. Людям надо заработать. У них не цель вас накормить, а цель заработать денег. В Новый год все хотят, не хотят, идут покупать подарки, и вот золотое дело, нагреться как следует. Потому что я помню, что это платье, необыкновенной красоты платье, оно стоило 6 чем-то тысяч, это несколько лет назад, и я его очень хотела. Но мне сказали, слушайте, ну покупайте сейчас, через месяц будет распродажа, новогодние, приходите, в два раза дешевле будет. Ну кто откажется от такого, от такого, щедрость такая. Прихожу я на новогоднюю распродажу, а платье стоит, если оно продавалось за 6 тысяч, то изначально цена стоит 24, за полцены 12. Я говорю, вообще классно, то есть они переписали все ценники, и платье стало стоить не 6, а 12. Вот и вся распродажа в два раза дешевле. Поэтому смотрите, не у всех, но большинство, очень многие. Вот Алиэкспресс так грешит этим делом, они перед грандиозными распродажами, они частенько поднимаются. Либо распродажи, это то, что некондиционно, или вообще-то ликвидно. Какие-то позапрошлогодние, там коллекции 80-х года. Жаната Лея Пайниси, наша ученица. Очень приятно, очень приятно, да, здравствуйте. Мы вас очень рады видеть, потому что, да, мы вас очень давно не видели. Аж с 15-го года. Да. Я даже помню. Вот с годом не помню, потому что у меня с временными всякими-то делами очень непонятно. У меня память выборочная. Выборочная, что-то есть, да, что-то нет, но по годам совсем все нехорошо. Мышка, говорит, красавица. Ну, я тоже считаю. У вас там пригодятся тоже. Не, ну, в любви, да, это же на самом деле не могу ни сюрпризы. Если бы мышь была только наша, мышь-то вообще принятая, поэтому она везде нужна. Ну, понимаешь, вот я опубликовала пост про Хэллоуин, и вы начали мне писать о том, что Хэллоуин не наш праздник, и вообще как бы поощрять это, и там это... Ну, слушай, ну это пишут, почему поддаваться? Мы же не будем кого-то пугать, мы же... А с другой стороны, ну, живем мы и так, не скажу, что сильно весело. У нас праздников не так много, и что ж, они все только патриотические будут. потому что веселиться надо искать любой повод для того, чтобы улыбнуться. Ну, что же, слишком и так много. Без нас кислых физиономий. Вот он, апельсин. Ну, апельсин можно и с лица делать. Апельсин тогда будет вот такой, ребристый, наверное, лицом его оставим. Да. Апельсинчик маленький, мандаринчик некондиция, мелкая, мышь большая, апельсин маленький. Вот, хорошо. Вот, поэтому сейчас беру. То есть, как раз пропорция будет, мышь здоровенная, по сравнению с... То есть, апельсин мы понимаем, какого размера, а это у нас будет мышь откормленная, чтобы понятно было, что она откормленная, чтобы голода не было, чтобы... Все радовались. Все радовались, да, в следующем году. Мы, когда собак навязали, хороших, вот какой удачный... Крючок. Удачный какой был. Не тебе этого... Голода, не голода. Да, ничего нет. Вот все. Да, собаки у нас были... Глобальное потепление, опять же. Все благодаря нам, потому что собаки были хорошие, сытые. Да. Вот оно, вот оно, вяжите довольных мышей, и все у нас будет хорошо. Так, продеваем. Вот, Ирина пришла тоже. Добрый вечер. Вот и я забыла, что у нас... У вас уже 20 часов, а у нас только 19. Ну, что делать, Ирина? Значит, вы же у нас знаете, вы же у нас подписаны на рассылки и там подобное. Я же всем рассылаю. Ой, слушай, сейчас только подписалась, сходила куда-нибудь в другую комнату, посмотрела, какие-то руки, и все. соблазнов очень много. Дело даже не в соблазнах, а в делах. То есть, ты сразу с головы вылетела. Нет, я просто к чему? Я просто наших девочек вижу, что они подписаны на всевозможные визуальные аккаунты. Вот, не уследить за всем, за все, приходится, конечно, выбирать. Но, я хочу сказать, что, если вы учитесь в мастер-группе, вот, на какое-то время нужно просто забыть про всех остальных. Вот, забыть, одновременно учиться у трех-четырех разных людей психика поедет. Поэтому, получили всего одного, набрали какой-то уровень, идете к другому. Одновременно у двоих, у троих не стоит, потому что обычно идеология очень разная. Иногда бывает противоположная. И она может у вас в душе конфликтовать настолько, что вызывать какой-то антагонизм. Поэтому, я просто вижу, что наши ученицы, они получились у всех. Они у всех взяли что-то лучшее. И, когда говорят, я буду учиться у самого лучшего, кто самый лучший в этой нише. А нету такого. То есть, на каждом этапе свой учитель. Вот как ты считаешь? Я считаю, да. То есть, каждый учит чему-то своему. И, на самом деле, у нас много учителей. Все разные. Если посмотреть, все разные. Одинаковых нет. Вы выбираете себе учителя по уровню вязания, по подходу, потому что вам должно быть задача, которая у вас ставится. У вас и у преподавателя. Например, если вы ставите задачу вязать на продажу, это один учитель. Если у вас задача научиться вязать для себя и полюбить машину вязания, это другой учитель. Если вы хотите, вы уже научились вязать, и у вас стоит задача масштабировать этот бизнес и выйти на уровень продаж, чтобы это стало вашим бизнесом, это другой учитель. Поэтому вот как бы мне нужен один, но так, чтобы он меня вот отсюда и досюда провел, ну, так не получается. Я просто вижу, как девочки переходят. И не то, что вот как бы от нас куда-то, они отовсюду мигрируют. Вот они приходят и говорят, я там поучился, я сям поучился, вот хочу у вас узнать, что у вас есть интересного. Поэтому не бывает такого, что вы как бы лучше в этой нише. Нет. На каждый уровень есть свой учитель и, как говорится, был бы ученик готов, учитель всегда найдется. Вот вы найдете ровно того учителя, который вам нужен на вашем этапе. То есть среди множества вы выберете того, который вам нужен именно сейчас. Понятен, приятен, с которым вам говорит именно то, что вам интересно, что ли, потому что и подачи разные, и подход разные. Марина говорит, поросяки в прошлые годы тоже были упитаными. Да, да. Мы решили, что будем упитаными делать. То есть можно мышку сделать. У нас была одна голодная собака, но больше мы не ставим голодных животных. Платики, у нас все будут толстые. Татьяна говорит, не скромничайте, мы лучшие. Ну, я бы так не сказала, конечно, но мы собой довольны, я бы сказала. У нас есть своя, не знаю, изюминка, но как бы свои черта есть у нас. То есть мы не делаем то, что нам не нравится. Вот именно поэтому мы не работаем конвейером, именно поэтому Наталья не может вязать вещи, одну и ту же вещь несколько раз. Поэтому у нас нет интернет-магазина, где можно по каталогу заказать. Наталья просто не может этого. И поэтому у нас каждый раз новое изделие, которое нам самим приносит огромное удовольствие. Вот если вы найдете занятие, которое будет вам приносить удовольствие, еще и плюс деньги, ну, как бы это вообще праздник. Но когда вам говорят, что раз вам удовольствие, раз вам эта работа приносит удовольствие, значит, деньги она не должна приносить, ну, это как бы вы решаете сами за себя. То есть жить с мужчиной, который вам дает деньги, и ненавидеть его, либо же искать того, с которым будет и любовь, и деньги, и все остальное. Это каждый выбирает для себя, пониже. Вот прямо апельсин апельсинит. Да. Ну, для особо придирчивых можно еще и сделать, но мандаринки, они без, нет, они же круглые, у них нет. Без долек, или пересинки долек нет. Пересинки долек нет, поэтому оставляем. Мы же не чищены, и в лимоне нет. И в лимоне нет, поэтому вяжем. То есть мы делаем цитрус, а вы делаете исходя из того, где вы живете. То есть это может быть яблоко, это может быть кокос, не знаю, где вы проживаете, откуда смотрите, там ниже. Да. Мне нравится. Издалека прямо вот мандаринка. Да. Причем такая мандаринка некрупная. Мыш у нас не жадная оказалась. Она выбрала небольшую мандаринку, сажаемую на эту мандаринку и прижимаем. Не, не, вот лапки мне кажется, ну давай вот так, не сбить бы. Ну уж ты прям вот разлеглась. Нет, у нее лапки должны быть, во-первых, ее можно посадить. Вот мышь можно, не, не толкай меня. Я тебя двигаю сюда. Не надо меня двигать, я упаду и уроню твою камеру. Во-первых, мышь можно посадить, то есть ножки можно ей подогнуть, она будет сидеть. Вот так вот. Давай приколим. Сейчас мы приколим и покажем, как эта мышь выглядит. Дело подсадки мыши это уже дело творчества. Да. Как хотим, так и усаживаем. Можно обнимать ее всеми лапами, можно посадить, можно положить, можно рядом, можно как угодно. Я сделала, чтобы она обнимала мышь всеми ногами. Светлана сделала так, чтобы она стояла. То есть можно попу посадить, а передними лапками, чтобы она стояла, как кошка сидит. Вот как кошка сидит. То есть можно вот так сделать. У тебя грудь такая получилась, с колесом. Вот можно было бы синтепуха поменьше, она бы, чтобы не такая была. Она квадратная. Ты ей лапы сложила. Если бы они разлеглись, они бы не были таким колесом. Ну, понимаешь, вот она, нет, можно, чтобы она держала, но мне кажется, лучше, чтобы она сидела. Ну, вот сейчас мы сделаем, чтобы она держала, и тогда у нее в груди колесом нет. А можно посадить, чтобы она сидела. То есть, девочки, вы уже смотрите сами. Мы сейчас начнем взяли эту мышь, сидеть или лежать. Смотрите. И давай хвост. Смотрите сами, как вам кажется правильным. Ну, не правильным, а интересным. То есть, мы вам показали, мы сейчас не будем пришивать, мы пришьем за кадром. Вот там маленькая, тоненькая проволочка лежит. Не надо такую толстую драться. Почему? Ну, вообще, давай. Почему не надо? Надо. Сейчас вот, дай мне защиплю. Я взяла скрепочку. Пока Наталья там возилась, я ее расправила, потому что можно сделать хвост, чтобы был уныло висящий, как у павиана. А можно сделать, чтобы хвост был все-таки подарочно поднятый, как это положено мыши. Только вот остается туда воткнуть, чтобы он у нас в хвост вошел. Ну, лучше это делать без шара. И сначала ее туда воткнуть, и потом пришить. очень тяжело воткнуть, потому что она у тебя цельно, хвост цельно, видишь, никак мне туда не пропихнуться. Да, еще. Стой мне нахвост. Туда не втыкнуть. Ну, как бы, либо сверху нужно втыкнуть, и потом там его подшить, чтобы он не выскакивал. Девочка на шаре, говорит Ирина, ну, так вы же видели, у меня мастер-класс так и назывался, девочка на шаре. Можно, коли девочка, так еще и бантик какой-нибудь. Протяжки, которые мы делали, они дают возможность. О, а как теперь вставить туда, извините? Вот, как бы, весь вопрос в этом и заключается. То есть, как бы, не просто так. Тогда можно было и сверху это вставить. Вот мы вставили. Там видно? Не видно. Вот мы вставили сюда. А потом дальше нужно внутри ее каким-то образом загнуть вот эту... Ну, подожди, подожди. Внутри мыши. Внутри мыши нужно... Внутри мыши ее нужно загнуть. Вот внутри. Внутри, чтобы ребенка не поранить. Ну, подожди, Наталья. Ну, что ж такое прямо... Я хочу на доскогу. На, давай, тогда делай. Ага. Это не грудь колесом, это мышь-девочка, говорит Людмила. Правильно? Супер. Гульдар говорит, а я учусь только у вас, потому что так приятно объяснять, так понятно объяснять не каждому дано. Вы очень креативно выстираетесь искрой. Ну, Наталья действительно очень понятно объясняет. Вот мы не просто так занялись вязанием, а мы сравнили то, как Наталья умеет объяснять и то, как объясняют другие мастера, которые очень хорошо вяжут. Вот действительно мы... Почему специализируемся на новичках? Потому что они действительно очень тяжело понимают. Очень тяжело. И Наталье способность действительно объяснить именно сложные вещи просто. Поэтому мы не претендуем на то, что мы лучшие. но у нас получается. Я бы сказала так, что у нас получается. Жанетта говорит, это правда, к сожалению, мне вас не хватало. Ну, Жанетта, вот как бы с 15-го года, когда вы там закончили, вот как можно было можно было и нас найти. Все-таки мы не на другой планете и похиделки у нас и вы все все это знаете и все это можно было зайти посмотреть. Поэтому приходите не знаю, мне очень приятно, когда те, кто у нас учился, я же вас всех помню и я жду от вас ну, не то, что поздравления, поздравления к этому Дню Парижской коммуны, нет. Я жду от вас, я готова вам помочь. Вы, самое главное, не понимаете, что не бывает учеников, которые вот как бы выросли и там превзошли учителя или еще что-то. Бывают просто ученики, которые понимают человека, у которого учились, уважают его. И вы можете всегда обратиться к нам за советом, с просьбой помочь. потому что иногда действительно ступор какой-то впадает, что-то элементарное и не можешь вспомнить, как это делается, не можешь вспомнить, как это называется, не можешь вспомнить эту технологию и я всем ученицам вот сейчас девятый курс я говорю, если вы не можете связать отчетное платье в ступоре, ну, напишите мне, я вам дам хотя бы маленький какой-то намек, в какую сторону двигаться. То есть я за вас не буду платье придумывать, но я вам подскажу, какая у вас фигура, я вам подскажу, что вам подойдет, потому что мы очень часто себя не можем оценить. Пожалуйста, пишите. И те, кто закончил, точно так же. Я встречаю изделия, связанные, ну, формально связанные, то есть как бы уже нет того креатива, который был, когда учились у нас, потому что мы все-таки шпыняли, заставляли, уйдя от нас, вы теряете вот эту нитку, ну, не то, что уверенность в себя, искорку, вот правильно, правильно сказала у нас тут искра, гулян сказал, да, искру теряете. Почему? Потому что засасывает окружение, которое мыслит стандартно, и все. Обязательно нужна подпитка от кого-то, кто не боится быть нестандартным, другим. Если вы хотите выходить на мировой уровень, если вы хотите заниматься продажами, вы однозначно должны себе дать разрешение быть нестандартным, потому что стандартные люди много не зарабатывают, они работают на конвейере, все, они как бы все одинаковые, как винтики. Кто может заработать? Где деньги находятся, которые в рукодельном бизнесе? Они находятся там, где люди платят, оплатят люди за эксклюзив, а эксклюзивные это значит нестандартные. Ну что? Ну что? Как бы лапы у тебя передние как-то сильно изогнулись. Мышь гордая. Мышь гордая. Мышь. Хвостик вверх это настроение. Да, хвост вверх как бы, да, хвост какой-то у тебя такой, это, прижатый дверью получился. Если ты видела хвосты мышей, они именно такие кривые. Ну, слушай, я вообще таких мышей не видела, а с апельсиной понижей. Поэтому какой хвост, такой хвост, нечего критиковать. Вот. Вот. Да. Да. И веревочку уже куда хотите, эту мышку вполне можно подвешивать на веревочку. Да. Опять же помпон можно сделать. Ну, вы, да. Такая помпон на шапку помпонную, да? Вот возьми эту куклу и покажи, что можно, можно, чтобы это было в качестве новогоднего украшения. Опять же. На любую шапку надели, ночь походили новогоднюю, утром сняли. Традиция с Блюдмилой. Да. Блюдмилой говорит, мышь суперская. Ну, я тоже считаю, что мышь суперская, в особенности, если вам есть, кому подарить. Потому что, когда говорят, слушай, какую-то фигню вяжете, ну, зачем людям, людям есть нечего, носить нечего, каких-то мышей. Ну, те, кто, кому есть нечего, они к нам не приходят, они в другое месте находятся, то есть они не ходят на такие мастер-классы, они не учатся вязать, они учатся выживать. Вот к нам приходят те, кто хочет получить удовольствие и хочет, чтобы это удовольствие передалось дальше. Вот еще раз скажу, что большие деньги в рукодельном бизнесе находятся только там, где есть эксклюзив. Вот все остальное, там шапки за 500 рублей, из них 300 рублей пряжа и за вечер одна шапка, вот там вы не заработаете. Поэтому поддерживайте в себе искру. Всегда найдется человек, который увидит это и скажет, вау, хочу именно такое. Опять же, сейчас Новый год и у вас будет стоять задача корпоративной подарки. Предложите в ассортименте вашего магазина или я не знаю, где вы там предлагаете, что вы можете вот такие вещи сделать. Если ее вязать оптом, опять же, конвейером, то есть каждую деталь в нескольких экземплярах сразу и выполнять однотипную работу. Связать квадраты в таких, связать квадраты в сетях? Зашить тельце, зашить голову, пришить. Конвейер, потому что называется конвейером, что это быстро, ускоряет работу. Если вы будете каждую мышцу собирать отдельно, конечно, долго. Если каждую деталь вы будете масштабировать и провязывать, собирать по очереди, все очень быстро будет. Вспомним экономику. Булавка Смита, это был прорыв в экономике, когда был создан конвейер, когда делали там тысячу заготовок таких, тысячу оголовьев, там один человек затачивал, а когда сидел один мастер и то, и другое по очереди, ну, как бы, булавку от начала до конца, у него производительность была-то минимальная, там 100 булавок в день делал. Как только он разделил это на этапы, у него сразу производительность подскочила многократно, потому что раз-два, 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 у вас переход с одной операцией на другую занимает самое большое время. Поэтому навяжите оптом, раздайте всем, ну, я не знаю, там, кому вы хотите сделать подарок ненавязчивый, у вас, не знаю, за вечер вы навяжете заготовки, за второй вечер вы их всех соберете. То есть, хвост с проволокой, это, конечно, экстрим, детям, может быть, и не стоит, но мы просто хотели вам показать, как идти. Редова говорит, мышь суперская, все остальные анимели не могут ничего сказать. Не ожидали. Там уже несколько раз уже сказали, что мышь суперская, вот, вот так она висит на елочке. Вот, видишь, одному человеку уже даже не нравится. Ну, это, я очень рада, я на самом деле очень рада, когда кто-то приходит, посидит целый мастер-класс и говорит, что ему не нравится. Человек провел с нами два часа. Не, ну, может быть, ожидал свитер. Может, свитер есть. Наверное. Может быть, ожидал девочку на шаре, Пикассо девочку на шаре. Ну, какая девочка, какой шар такая девочка. Нет, какие мы сами. Ну, мне мама сказала, что в ее детстве была поговорка. Какие сами-то такие сани. Вот, какие мы, такие и какие девочки у нас. Ну, все, на этом мы с вами прощаемся и напоминаю, что если вы хотите, чтобы мы увидели ваше, ваше произведение, вы можете у себя в аккаунте ВКонтакте написать, что мастер-класс, точнее, изделие связано по мастер-классу Наталья Некрасова и поставить хэштег квадрат Некрасовый. Я просто, когда нажимаю, ну, как бы захожу по поиску и набираю хэштег квадрат Некрасовый или избави зали, я вижу тех, кто связал и кто, ну, как бы благодарен нам, потому что люди, которые неблагодарны, они не указывают, почему мастер-классу. Люди, которые в себе не уверены, они пытаются чужие заслуги, приписать себе. Вот те, кто в себе уверен, они указывают по чьему мастер-классу это было сделано, и это невероятная благодарность. Вы просто даже не представляете, насколько это приятно, потому что хожу по интернету и вижу наши изделия, ну, как бы скопированные с нас, которые говорят, вот я связала, вот как бы вот связалось, вот оно получилось. То есть, как бы даже вообще, то есть не я связала, а даже получилось, как бы с неба спустилось. Поэтому, если вы напишите хэштег «Изба вязания» или «Квадрат Некрасовый», я увижу, сделаю репост, обязательно девочки из нашей группы ВКонтакте «Изба вязания» школы вязания Натальи Некрасовой пойдут на вашу страницу, с вами задружатся, потому что те, кто у нас учился, это отдельная группа людей, это люди, которые действительно с креативом и любят неожиданные решения и уважают чужой труд. Как Бульнар говорит, благодарю за муж, за позитив, за мастерство. Спасибо. Да, Татьяна, спасибо. Ну, все, большое спасибо, что были с нами, я надеюсь, что таких мышей мы увидим, я надеюсь, что эта мышь не последняя, мы толстая. Ну, это же хорошо, мышь должна быть толстая. Мне очень нравится, мне очень нравится, так что мы сами, сами довольны, поэтому Алёна говорит, спасибо, мышка хорошенькая, класс. Вяжите, девчонки, видите, насколько это просто. Приходите, в следующий раз вяжем что-нибудь новенькое. Не знаю, с мышкой, не с мышкой, но как бы мышек мало перед Новым годом много не бывает. На этом мы с вами прощаемся, напоминаем, что с вами были Светлана Амельян, Наталья Некрасова и наши вязальные посиделки, которые называются квадрат Некрасовой.